Продолжение следует... Красивое здание. Ну а далее... По проспекту Мира... На Садовое кольцо. Постоим в пробочках. Будет возможность рассмотреть... Здание рассмотреть... Садовое кольцо. Какие там... Новостройки появились... Новостройки... Мне, честно говоря... Не поожаривалось... Но... Сами делать и выводы... Так... Выехали на Садовое... На проспект Мира... Поэтому... Участок уже... Видео есть... Двигались... Сегодня... Пятница... Конец... Рабочего дня... Видим, как... Загружена встречная... Колоса... Плотное... Встречное движение... Только до конца августа... Во-первых... Конец... Рабочего дня... Все едут... Домой... Во-вторых... Пятница... Все поедут... На дачу... Или уже... Будут на дачу... Ну вот... С правой стороны... Памятник... Рабочему... И колхознице... Года пасмурная, как осенью, хотя еще в август месяц, но уже прохладно. Музей космонавтики с правой стороны, ракета. Года пасмурная, прохладно, временами моросит кождь. Ну вот, мы проехали в Адынтон, с правой стороны, там где памятник крестьянки и рабочему. Почему крестьянки, как правильно, не знаю. Движение в город, в центр, пока свободное, Движение в городе. Вод�есь движения очень крутые. Движение в городе. Почему hydrogen? Видите, говорят. Класс, вот. Метро Алексеевская, с левой стороны проехали. На рекламные счеты мы все выбрали. Проезжаем над железнодорожными путями. С левой стороны будет Рижский вокзал. Продвижаемся к третьему транспортному кольцу. В прошлые разы, если помните, здесь принимали право, чтобы объехать пробки. Вот автомобили перестраиваются. Занимают крайнюю правую полосу, чтобы выйти на развязку. С левой стороны, двумя спрашиваниями, выделены участки дороги, который в зависимости от загруженности. Вот столичное движение. Меняет свое направление. В данном случае добавляется полоса на выезд из города. Утром обычно левая полоса добавляется, чтобы уехать в город. Ну и меняется направление движения на полосе висит знак, который сообщает о том, что можно по ней двигаться или нет. Вот метро Проспект Мера. С левой стороны один выход. Чуть дальше. Чуть дальше. Вход и выход из метро выйдет с левой стороны. Ну и пока стоим только на светофорах. С левой стороны. Не знаю, заметить или нет. С левой стороны, вернее, оборот, выйдет вот. С левой стороны, походу, нет. Движение в знак, то есть запрещает движение по выданной полосе, которая меняет свое направление в зависимости от согроженности. Приближаемся к садовому кольцу. Ну вот, впереди садовое кольцо, настоим примерно три цикла светофора. Отсадовое кольцо движение свободное в сторону области. Но далее за тропин транспортным кольцом, как вы видели, там уже движение очень плотное. Ну и сейчас и два, и будет огромная отправка. Перед нами стоит 67-й регион. Человек приехал в отпуск. Вот один цикл светофора пропустили. Немного поехали и опять остановились. Светофор повеянский цвет. Впереди, если видите, это храм на его начальной травице на Садовом кольце. Скорая помощь встает с включенными проблесковыми огнями. Продают разные товары. В данном случае подают раскраски для большой кольцом. Покомпания. Продаютwerны. К khi уже прибstage. Пос.» Компания. Успеем проскочить, нет. Нет, мы сперед 3-й цикл светофора. Так, я ошибся, выполняю франт, второй раз впереди. Так, у них там уже начали не торваться. Что-то другого, что-то я пока не знаю. Вот торваться. Рассказка для детей. Вот так много, что продает и диски с базами данных различных и диски с цикл светофора. Да, много, что-то дает. Я видела, какие у него не просто любопыты, какие-то такие циклы, вот в этом таком тверческом художественном начале, в котором она опала с бандерчиками. будет сидеть на этом плане, посадить его туда, или в гостине, или он будет испытывать дискомфорта, или он будет испытывать дискомфорта, по той причине, что она такой человек, я не знаю, и не шутка, потому что она больше делается, но она стоит. Если мы перед нами седовой функцией, если она двигается прямо, то вы видите на оборудовании. Вот три цикла светофора простоюли. Я что-то стала замечать, что ты у нас слухо по-русски говоришь. Скажи, все власти. Ну, тут произошло ДТП. Вы видите джеб и такси. Что-то не поделили. Внутренняя сторона садового кольца. Пока летит, в внешней стоит пробки. Ну, мы недолго будем веселиться, что впереди вам уже нарисовалась. Трубочка. Сейчас двигаемся по Садово-Спасской улице. Садовое кольцо. Участок Садово-Спасская улица. Поехали над аспектом Академика Сахарова. Пункт Российские железные дорожники. Министерство этого с левой стороны. Высокое здание. Российские железные дорожники. Красота. Я помню, что двигаемся по Садовому кольцу. Кольцо. Хорошо не было пешеходного зона. Для этого я здесь не ходил. Не знаю, сколько лет. Нет, лет 15 точно. Прорезительно, как приняло. Ну, вот вы и приехали. Набирайтесь, терпение, стоять. Вот, кушай. Вот перекресток. Пересекаем старую обоснованную улицу. Старая обоснованная улица. Вот идет ремонт садового кольца. Поэтому, какая-то лукочка. Прочина не только из-за ремонта. Народный мир. Сегодня я освоил несколько важных ролов. Первый. All Spice Last and Legend обеспечивает до 48 часов следствия. Второй. Горелы очень сильные. И они не говорят по-русски. Новый антикоспиранты All Spice. Прощайте полковой джунглей. Здравствуйте. Можучая шарома. Гене Гадюча. Old Spice. Стоп. 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 чтобы комментировать не знаю начать сообщение и их попросили дать ссылку на аккаунт видео Дорог в Ивах. В описании я эту ссылку размещу. Несколько дней назад проезжали здесь, было чистенько. Сейчас сняли верхнюю часть положенного полотна. Сейчас появились новострои на садовом кольце. Не знаю там и как, но здания красивые, в современном духе задержаны. Красивые, но они, на мой взгляд, никак не вписываются в интерьер садового кольца. От старого здания, от реставрирования, справа и слева стояли, такого бежевого цвета. А между ними, вот впереди, слева, это весь стекла и бетона. Я не знаю, на мой взгляд это никак не вписываются в интерьер садового кольца. Много техники нагнали дорожной. Сейчас мы уже на участке земляной вал. Улица, целевое кольцо, улица и земляной вал. Начинается от старой басманы, которую только что пересекли. И вот, вот в этом месте регионала, и в этом месте регионала, который дарил на гостях садового кольца. Субтитры делал DimaTorzok 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 Стоп, старт, стоп, старт. Меня пользователи спрашивают, что проще размещать видео с ускорением или же в обычном режиме. Тут у каждого варианта есть свои преимущества, свои перестатки. Вот, например, без ускорения это видео займёт что-то потрачено, по-моему. Но тут не возникает проблем с привязкой в видео. Ну, можно было в машине комментировать на диктофон, но не получилось у меня. То есть, при ускорении... И при ускорении ускоренное видео это практически две серии не ускоренного. Удобно комментировать, но по времени вот обрабатывать в каждую серию она... Обработка занимает порядка шести часов, я имею ввиду обработка видеоредактором. Более напряжённая, скажем так, работа эта с комментарием ускоренного видео. Не ускоренное можно просто звук салона без комментариев оставить. Ну, здесь уже меньше времени на... Меньше времени на комментариев. То есть, на комментариев вообще время. И используется реальный звук в салоне и всё. Так что сделать какой-то однозначный вывод, какой вариант удобнее и быстрее. Ну, например, движение по Москве. Эти покатушки. Их, например, ускорять смысла я не вижу. Потому что это своеобразная экскурсия Москвы из окна автомобиля. Вы можете сравнить Москва возле метро. Когда путешествуешь там, катаешься на метро. Вышел возле входа в метро. Посмотрел на архитектуру, на обстановку. Ну и дальше поехал под землёй. На автомобиле есть возможность посмотреть то, что находится между входом и выходом в метро. Т.е. Москва из окна автомобиля совсем дорогая, нежели из метро. Т.е. Москва из окна автомобиля. Пties этой горлышка... На какой-то говарят点 изkovина, стрик sculptures, стрикулярный я. Здесь проверка о домиках. В общем, вот этот ш Becca. Вот горлышко, в каждом столах tram. Вот предоставления стоит пожарная машина. Просто стоит пожарная машина с включенными маячками, а что там не знаю. Дальше движение будет немного посвободнее. Вот с левой стороны желтое здание. Оно закрывает вид на Курский вокзал. С левой стороны Курский вокзал. Его закрыли таким торгово-развлекательным центром, так остро необходимым для москвичей. Просто очень необходим был торговый центр развлекательный. Вот его пендерили на Садовое кольцо, закрыв вид на вокзал. Слава Богу, на Павелевском вокзале народ возмутился и проект он тоже хотел такой же поставить. Торговый центр. Но народ возмутился и от этого проект отказались. Сележническая набережная проезжаем. С правой стороны не знаю, видно будет или нет. Покровская церковь. Нет, не видно. Дома закрывают. Я просто смотрю на карту. Я смотрю на карту и привязываю к реальному местонахождению. Ну вот, впереди с правой стороны театр на Таганке. Если в прошлый раз мы здесь сворачивали и уходили на Таганскую площадь, то сейчас мы под ней проезжаем. Это тоннель про Таганскую площадь. Про Таганскую площадь я в прошлом видео по катушке по воскресе и север-юг. Ну там более подробно остановился на Таганской площади. Это Садовое кольцо. Вот сейчас будем переезжать реку Янзу и опять встанем в торговку. Это мне зачем? Надо встать вот здесь. Просто не все. На этом плане. Вот это я тоже. Ну я ему-то переезжаю. Зачем послать? Ну все. 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 Вот сейчас находимся на мосту через реку Янзу. Опять полкаемся. На мосту через реку Янзу. Вот здесь дороги заменили. Размотка еще не успели. Они здесь. Напомню, что это пятница. Конец рабочего дня. Вот такая небольшая толпочка на Садовом кольце. Мост через реку Янзу. Мост через реку Янзу. Движение обычное. Стандартное. Я не буду пробки. Я не буду пробки. Субтитры делал DimaTorzok 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 Павелецкий вокзал Субтитры делал DimaTorzok 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 Несколько раз даже размещал видео со смогом над центром города. Продолжение следует... 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 Много музея на садовом кольце и немножко вглубь пройтись, что с внешней, что с внутренней стороны. Вот, например, музей, российский музей леса. Вот, с правой стороны здания, за ним, за ним у моего двора, с правой стороны. Я там не был ни разу. С левой стороны такое движение. Музей Московской железной дороги. Я там тоже ни разу не был. Кольца баловая, садовое кольцо. Я там begging, не количество. Я там что-то пуш 형cimento. Я там великолепно, не боюсь. Я там, кто-то пережил на территории, investigating. С brie, без dés해가. Как увидим, не все рекламные стойбы упали с садового крыльца. Ну, огромную часть, длинную часть рекламных счетов убрали, когда был еще дешевый страх, открылся вид на здание, открылся вид на город, и прям нависали над проезжей частью. Невозможно было подставить, где ты находишься. Сейчас открыли. Открыли недалеко. Еще одна очень серьезная развязка. Вот если взять вправо, мы попадаем на развязку. Там раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь дорог сразу в одной точке. Мы тоже сюда вылезем, на эту площадь, но сначала под ней проедем. Давай. Давай. Присус. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Добрынинская площадь ДимаTorzok 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 Но мы его не увидим. Эромирный нам изготовится. С левой стороны там находится институт. Под Геей Вишневского. Ну, а мы двигаемся в сторону Туйской площади. Улица Лесиновская. Видео, по-моему, есть уже такое по этой улице. Я не помню, честно говоря. Снимаю много видео, но много видео удаляю. Не размещаю. Ну, потому что есть такие варианты. Есть такие поездки. Поэтому, я думаю, что мне интересно посмотреть. Синяшка. Красиво. Синяшка. Субтитры делал DimaTorzok 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 Погода Два светящихся пятна Твери вам тоже торгово-развлекательный центр Тоже так необходимый для москвичей С левой стороны можете почитать Московский монетный двор Я здесь работаю генеральным директором В общем, я верю В садике В садике Это дело В садике В садике В садике В садике И последний В садике Так, звук немножко уменьшен, то начнет опять Дмин ругаться. Так вот, перед нами Тульская площадь, здесь одновременно сходятся 7 улиц, тоже очень непростой перекресток, конечно, не такой, как на Паганке, вот уже не трамвайные пути, не помню про скотч, нет, но с правой стороны, как я уже раньше говорил, дом корабля, построенный к Олимпиаде 1980 года, которая проходила в Москве. Там жили спортсмены, но после Олимпиады это стало укровенным живым домом. На первых этажах магазины, ну, комнатки, скажу вам, маленькие, комнатки крохотные. Вот мы двигаемся в сторону области. Улица называется Большая Тульская. Павел Иван Плаза, большая стоянка для автомобилей. Павел Иван Плаза, большая стоянка. Не могу вспомнить платная там стоянка или нет. Вот, подвижаемся к третьему транспортному кольцу. Ну, вот островок сюда заезжать нельзя. Я не отличаюсь. Порядочный скидер, скажем так. Вот, под трешкой, как говорят в народе, третье транспортное кольцо. Вот, с правой стороны автомобиль снижает. Вот, с третьего транспортного кольца. Ну, вот мы на Варшавском шоссе. Напомню, что пятница, конец рабочего дня. Но движение плотное как в область, так и в центр. Раньше здесь был поворот налево, на светофоре он создавал огромные пробки. Сейчас поворот налево с открыли. Варшавское шоссе в сторону области двигаемся. С правой стороны выведенная полоса. Горчество транспорта. Но по ней летят и другие автомобили, кроме такси, автобусов, маршруток, спецтранспорта. Другим видом автомобилей движение запрещено. Но люди получат письма счастья, если у них не поделили дорогу. письма счастья, если у них номера, конечно, не фальшивые. Письма счастья. Кстати, чуть дальше, уже на кошерке, я об этом скажу, покажу, обращая ваше внимание. Появится автомобиль с мигалкой на крыше. И буквенным сочетанием на номере ЕКХ. Владельцы таких номеров считают... Ну, они расшифровывают как ЕКХ, еду как хочу. Но что для них написано, ни правила дорожного движения, незаконны. Вот это будет банальный клоун. На таких автомобилях с мигалками и номерными знаками ЕКХ и прочее очень часто разъезжают клоуны, которые купили где-то большие удостоверения, большие удостоверения генералов, каких-то резидентов несуществующих организаций. Вот так вот летит мотоциклист. Сейчас еще появится. Вот он. Вот была облава в городе, наверное, 2-3 на 9 назад. И за один вечер вот таких клоунов, петушков поймали порядка 30 человек. Липовые корочки генерала, липовые корочки каких-то спецслужб несуществующих, которые считают, что имеют такие картонки в кармане. Для них законы не писаны, правила не писаны, они избранные. И вот чуть дальше я вам покажу на такого же клоуна. Сто процентов. Сто процентов. Потому что спецсигналы про блесковые маячки имеют очень ограниченное количество спецслужб и правительственных учреждений. Я согласен. Должны быть особые условия, там, МВД, там, ну, какие-то вот есть такие структуры, которым это просто необходимо на самом деле. Осторожно нарушая правила дорожного движения, они имеют право двигаться. Но вот в данной ситуации сто процентов будет клоуна. Потому что обычно автомобили со спецсигналами, есть автомобили сопровождения, но их сопровождают. Он, 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 с правой стороны веки, он начинает двигать. Их отлагали сопровождение, там, ну, целая, целый ритуал, скажем так. Вот. А это... Это клоун. И вот он едет, у него, как будто обрекает внимание. Смотрите, едет клоун. Так, ну, его заметили, там дальше будет четко видно. Почему я обращаю ваше внимание вот на таких, ну, как их назвать, фуфлыжники, там, ну, не знаю. Обыкновенная шпана. Ну, шпана с деньгами, скажем так. И вот придумали, что аббревиатура наверного знака ЕКХ дает им преимущества на дороге, какие-то привилегии и прочее, прочее, прочее. Ну, повторю, что это клоуны. И вот, когда задерживали этих псевдогенералов, псевдогероев России, вот, даже тот камерами ФСБ вели себя нагло, вызывающе. Ну, в конечном итоге получили по башке. Ну, вечно это люди с комплексом, ущербные. Поэтому относиться им нужно как к больным. Если помните, он засветился вот-вот-вот он с левой стороны, видите? Видите, это вот клоун, он выехал на выделенную полосу. Ну, говорю, вот до очередной облавы. Еще очередная облава и он будет иметь бледный вид. Так, ну, а мы подъехали к Каширский двор с левой стороны. Сейчас под нами пройдет Махиновский проспект. Развязка. Левой стороны. Знаете,存יח, отражаем. Какbound махист akin yrityон донады. ИГ proof пение. Да, ладно milhões. Здесь. Когда народ играет. Нет. Продолжение следует... 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 С левой стороны институт называется НИЯОМИФИ, научный институт в ядерных исследованиях. В общем, довольно-таки, с левой стороны, довольно-таки уважаемый, престижный босс НИЯОМИФИ, вы можете посмотреть аббревиатуру в интернете, как он. Раньше просто было МИФИ, но сейчас добавили еще кузнецам настоящих профессионалов. ... 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 Это электрички останавливаются, под нами раздорожные пути, платформа «Москворечье». Сейчас будем принимать право на развязку, чтобы повернуть на Борисовские пруды. Раньше этого не было, кармана, и пробки, например, начинались примерно от этого места. Чтобы повернуть налево, автомобили занимали две-три полосы с левой стороны, то есть перекрывали движение основного потока. Создавалась огромная пробка, несколько километров достигала. Но сейчас, благодаря тому, что реализовали карман для поворота на пруды и поставили светофор, движение упростилось, пробки, пробок как таковых нет из-за этого. Но тут появилась другая беда. Вот сейчас заезжаем в карман. Заезжаем в карман. И, значит, тут нужно быть крайне осторожным, крайне внимательным. Нужно иметь в виду, что есть такие водители, которые с правой стороны, со среднего ряда, могут начать разворачиваться на каширку. Разворот не запрещен, но нужно, чтобы развернуться, повернуть на каширку в сторону центра, нужно занимать крайнюю левую полосу. Очень часто, почти каждый день, тут происходит серьёзная авария. Ну, как серьёзная. Вот с правого ряда, со среднего ряда начинают делать разворот. А те, кто двигается по левой полосе, продолжая движение прямо. Ну, и в итоге такие аварии-то случаются чуть ли не ежедневно. Даже была у меня мысль прийти и посидеть. Ну, там вот на небольшом пригорке, поставить камеру, чтобы заснять вот такие ДТП. Вот на данном участке нужно чётко ориентироваться. Крайний правый ряд это прямо и направо, средний ряд прямо, левый ряд прямо и налево. И вот, представьте себе, сейчас вам нужно развернуться на каширку в центр, в бобах и можно получить удар в бочину. Один из таких аварийных перекрёстков аварийных развязок. Ну, уже на Борисовских бобах стало Борисовские пруды озера с левой стороны. Ну, смотри-ка. Ну, в принципе, и всё. Приезд подходит к концу. Ссылка на аккаунт Видеодорог2, на котором я буду размещать из архива видео без ускорения, с реальным звуком. Ну, и новое видео. Я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. Всего благ. Субтитры сделал DimaTorzok